Совсем скоро праздник, второе воскресенье сентября. Вот уже второй год подряд отмечают казахстанцы. Указом президента он объявлен Днём Семьи, Любви и Верности. Он должен сплотить казахстанские семьи и уменьшить количество разводов. Праздничные торжества в Алматы уже начались. Как они проходят и что ждёт алматинцев и гостей мегаполиса 14 сентября, расскажет Анар Тастанбекова. Анар Тастанбекова Касовую семью эти люди знают не понаслышке. Для тех, кто вместе и в радости, и в горе, секрет супружеского долголетия прост. Друг друга любили, уважали и терпели. Терпение. К семейным ценностям у казахов всегда подходили весьма строго и ответственно. Вступление в брак родственникам, имеющим одного общего предка до седьмого колена, запрещалось. А уйти из семьи мужа не могли даже вдовы. Для них основатель казахской правовой системы Хантауке предусмотрел институт амингерства, когда после смерти мужа женщина вместе с детьми и имуществом переходила под опёку его брата или родственника. Теперь, чтобы привить семейные ценности молодожёнам, подбирают более лояльные методы. Так при судах и в ЗАГСах работают психологи. Открываются курсы и спецшколы, где учат, как сберечь отношения и не разойтись после первой семейной ссоры. Семья нуждается в поддержке на всём протяжении, пока она формируется. И сейчас по решению Акима города в каждом районе города будут открыты подобного рода школы. И молодые люди, которые подают заявление в ЗАГС, им предоставляется возможность абсолютно бесплатная пройти, получить консультацию лучших специалистов. Это уже вторая школа по искусству взаимоотношений в Алматы. Говорят, услугами специалистов воспользовались уже более 200 пар. В День семьи, который отметят в это воскресенье, для алматинцев подготовлена целая программа. Торжественные мероприятия развернутся как в центре, так и во всех районах мегаполиса. Основной площадкой для празднования станет Центральный парк культуры и отдыха. Гостей ждут семейные эстафеты, творческая ярмарка, мастер-классы, занятия йогой и увлекательная демонстрация свадебных традиций разных стран. Подобными акциями государство пытается решить немаловажную общественную проблему сохранения семьи. Ведь по статистике только в Алматы на каждые три брака приходится один развод. Из почти 17 тысяч, сочетавшихся браком алматинцев, в прошлом году разошлись более 5 тысяч. Анна Артасабекова, Муратайжанов, телеканал Алматы.